МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадой о компании Гомель, у студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. На контроле губернатора Геннадий Соловей провел рабочую нараду на новом молочно-товарном комплексе в Житковицком районе. Вынесены при суд по справе о беспорядках на БМЗ. Падеи отбылся в жлобине 17-го жнивня. Добросумленный релтор Тимохляр. Як не допустить роковой помылки, разбирались наши корреспонденты. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Старшиня Гомельского Аблбыконкама Геннадий Соловей сегодня провел рабочую нараду на новом молочно-товарном комплексе в Житковицком районе. Гэта уникальный объект, аналога у якому в Беларуси нема. Як чекается, его деятельность дозволит забеспечить сыровиной Туровский молочный завод и, как следствие, повеличить экспорт продукции. Наши корреспонденты ведают подробязности. На этом объекте старшиня Аблбыконкама бывает часто. Перевага генетичным особливостям. Генетический потенциал датского скота, по нашему мнению, он выше, чем, условно говоря, белорусские чернопёстры. Подбираем статы, комплектуем по продуктивности примерно на одинаковом уровне 8-9 тысяч килограмм удоя в год. Карантин они отстояли, да, 30 дней не отстояли карантин в Дании. Ну и, соответственно, 30 дней по приезду к нам они тоже сейчас считаются на карантин. Плануется, что ферма будет что год поставлять на Туровский комбинат «Амаль-22 тысячи тонн молока». Предприемство мая потребу у додатковой сыровине, причем у великой колькасти. Молоко с нового комплекса дозволить повеличить объемы вытворчасти и, соответственно, экспортные поставки. Это, правда, уникальный объект. И не только масштабом, але и высоким узровнем комфорту для живёл, а так само самыми сучасными технологиями – сусветного узровня. У приватности сярод незвычайного для айчинной живёлога доулі падлуги с падагребом у помешканья, де будуть знаходяться сяоляты, а так само у доильных залах. Подыгрывать будуть и усе без выключения поилки. Что тышится специалисту, яке будуть прасовать на молочно-товарном комплексе дяковиши, то в профессийном плане да их повышенное потребование. По великим рахунку каптрапить сюда и необходно прости неколькие стады узгоднению. Тут повыше требования, да. Тут получается и сам подход к подбору персонала с тем другой, к специалистам. Я, например, где устарался другие работы, то там напрямую с директором ты общаешься и всё. Ну, типа, он говорит да или нет. А тут сначала ты общаешься с главным врачом, потом с главным врачом молочной правды, потом общаешься с директором, и потом уже я общался по виде конференции с генеральным директором. Молочный комплекс дякович и белорусско-итальянский проект. С нашего боку его реализацией займается унитарное предприемство «Молочная правда». И оно створено туруским молочным комбинатом для развития сыровинной базы. В связи с пандемией коронавируса термины сдачи объекта крыхусь мянилися. И белорусские специалисты говорили, и итальянцы, які займаются монтажом обсталявания, некий час не знаходилися у Белоруссии. Разом с тем, керавництво «Молочной правды» не лишит ситуацию критичной, а яснующие пытания называя рабочими. Все работы идут в графике, все работы идут достаточно планово. Конечно, текущих вопросов достаточно, но, в общем, надеемся, что в марте месяце строители отсюда проводим со словами благодарности. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Житковецкий район. У Беларуси протягивается вакцинация. У Гомельской области уже навод завершился перший этап. Партой вакцины была размеркована сяродь медработников у сих узровняв. Гэта 4365 человек. У першу чергу прищеплены те, хто працюе у червоных зонах, а так само іншые медработники у поликлиниках и больницах по показаннях. Азначым, вакцинация была доброохвотной и бесплатной. Многие медики отметили, что вакцинация прошла очень спокойно и без каких-то побочных эффектов. Мы проводили контроль по соблюдению холодовой цепи и хранению вакцины. Также никаких нарушений в этой части выявлено не было. По республиканской разнарядке в Гомельскую область планируется поступление более 170 тысяч доз вакцины. Для граждан вакцинация будет доступна ориентировочно, начиная с апреля текущего года. После медиков вакцинацию пройдут работники социальных установ и педагоги региона. У делу беспарадках – порушение работы предприемства и не подпорядкование предстоуника Мулады. Усёх это привело трёх предстоуников Жлобинского БМЗ на лаву подсудных. В райцентре отбылся суд над активными удельниками протестов, которые прошли в жнил не минулого года на территории завода. Под обязанностей в наступном сюжете. Семнадцатого жнилня 2020 года на территории белорусского металургічного завода отбылся несанкционованный митинг. Сярод ты, кто вырышил таким чином продемонстровать свою грамадзянскую позицию, оказались некальки агрессивно настроенных мужчин, які обвастрали ситуацию и закликали спынить работу завода. Як выник – порушение нормальной деятельности предприемства, внутреннего транспорта и материальная страта – больше, как тысяча рублей. Особы самых активных удельников беспорядков установили правоохоуники. Месяцы работы супрацовников милиции, следчего комитета, прокуратуры пройшли до логичного финала. В Жлобинском районном суде поставили кропку у резонансной справе. На лаве подсудных, аутослесар, водитель и оператор поста управления резки гаража металлу. Нажаль, усведомление, чим може скончиться учениное, пройшло поздно. На тот момент, как бы, не задумывался. Ну, а как бы, потом уже доходило до меня, чем там уже закончится все. То есть уже, как подошел к скраповозу. Жалею, что так получилось. Необдуманно, по-идивотски. И, конечно, я сожалею, и не готов оплатить ущербу всеми. Але суд вырешил инакш. З уликом у всех деталей и обставина у справы, обвиноватшинам вызначено больше суровое покарання. Судом было назначено наказание двоим обвиняемым в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания у справительной колонии общего режима и одному обвиняемому в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания у справительной колонии общего режима. Слезы родных и близких. Их гора и страта. Тяжко зрозуметь по-соправдному, что они отшиваются в этот момент. Але закон есть закон. Прысуд не уступил законную силу и может быть обскарджен. Дерзкие и необдуманные учинки ранее приводили на лаву подсудных и иншых жихаров райцентра. Так у середине вересня 27-годовый жихар города у нецвярозым стане сорвал державный флаг каля Палаца культуры Металургау. Спочатку поспробовал его спалить, але не смог за сопливостей тканины. Тады он разадрал полотниша и выкинул флаг у водоем неподалеку. У листопаде минулого года над молодым человеком прайшов суд. За зневажение державных символов хлопец трапил у поправчую установу открытого тыпу. Усё частей операции с нерухомостью здесь сняются с допомогой релтеров. Их задача – вызволить клиента от утомных процедур и забеспечить надейность сделки. Однако слепо доверять агенту решение пытаний с нерухомостью всё ж таки не варто. Боясь арод профессионалов, за усё дызнайдуться жадаючая, калі не падмануть людзей, то хотя б скорыстацца их неуважливасцю на свою корысть. Як гэтага не допустить, разбиралася Марина Северьянова. Лилія вельми хвалявалася, калі у першыню рыхтавалася ада зделки з нерухомостью. Операцию можна було провести самостоянно, але отсутність в опыту у ворошенні юридичних питань у такого кшталту примусила звернутися до релтеров. У гэтам джанчину підтримала дочка. Дочка говорит, мама, для того, чтобы люди давали зарабатывать нам, мы должны давать зарабатывать людям. И каждый человек должен заниматься своим делом. Кто-то вести тепловоз, а кто-то оказывать релторские услуги. Олесе треба було продать одну квадру и набыть другую. Цевчина так само побоялась брать на себе отказанность за сделку и почала вывучать отповедную информацию. Вынеку вырешила отдать гэтую справу у руки специалистам и не пошкодавала. На мне нагрузки было никакой, все юридическое сопровождение, он взял на себя, организацию, и в итоге все получилось просто идеально. Я осталась довольна, и самое главное, что у меня было спокойствие на протяжении этих месяцев. То есть вы только заплатили, да? Да. И все? И все. Единственное, что-то мне требовалось, это показывать квартиру. Кватерах – это у большинств людей самое каштонное, что они мают. На жилье часто копят по життя той да уже. Тому доверить продаж нерухомости третьей особи бывает страшно. Перед тем, как сгоджаться на сделку, спочатку треба познайомиться с риэлтором-особистом. Далее, по правилам, агентства по операциях с нерухомостью принимают оплату только после завершения сделки. Слуги риэлторские тарифицируются государством, утверждены постановлением Совета министров. Все агентства в республике работают по одним и тем же тарифам. От одного до трех процентов нам платит продавец в зависимости от стоимости объекта недвижимости. Чем выше стоимость, тем меньше процент, соответственно. Ну, я вам так скажу, что мы всегда работаем на результат. Мы работаем без предоплат. Заключая с нами договор, клиенту не нужно делать никаких авансовых платежей. Мы начинаем работу, не зная, сколько времени это займет, потому что в каждом случае это индивидуально. Человек платит нам по факту. И, скажем так, и это вселяет в клиента уверенность в том, что мы, не получая от него ни копейки, настроены и нацелены на результат, и мы его делаем. Основная задача риэлтора – полностью расслумашить все пытания, связанные со сделкой. Разобрать ее с клиентом до дробезев и выполниться, что обо два боки досконало все разумеют. Обычно это начинается с бесплатной консультации. Мы приглашаем человека к себе в офис, либо, если ему удобно, мы подъезжаем сразу на объект недвижимости, общаемся, определяем его цели, потому что это очень важный момент для того, чтобы в дальнейшем выстраивать какое-то взаимодействие. Говорим ему о возможных перспективах, либо о невозможных, потому что не всегда то, что люди хотят, возможно, сделать, скажем так, даже с нашей помощью. Поэтому начинаем всегда с консультации. Исходя из этого, уже мы предлагаем условия взаимодействия. Если человек все устраивает, то заключаем договор и начинаем работать. Вот из людей, которые приходят на консультацию, какой процент соглашается на дальнейшее взаимодействие? Ну, точной аналитики у меня нет, но я думаю, что процентов около 85-90 людей, которые уже пришли к нам на консультацию, в дальнейшем продолжают с нами работать. А кроме того, добросумленный риэлтор николь не пообицаешь жить, а ведь сделку им гненно. Я никогда не обещаю людям конкретных сроков, потому что мы этого не знаем. По каждому объекту все очень индивидуально. Очень сильно зависит, конечно, на сегодняшний момент от той цены, с которой мы будем выходить на рынок. Это, скажем так, основополагающий фактор в сегодняшней ситуации. Но и наш профессионализм, наш опыт, наши возможности по привлечению клиентов дают возможность делать эти сделки максимально быстро, насколько это возможно. В среднем? В среднем это от одного месяца до трех. Как обогульнение, працовать треба с теми компаниями, які берутся з нагародживание официально, по тарифах и на разликовый рахунок тиху кассу, с выдачей клиенту ответственных документов. Необходно худше отмоляться от взаимодействия с теми, кто утойвает гонорары, прямая плату по ширых схемах, ті навод забирая после сделки экземпляры своих договоров. И опошняя зареентоваться у расценках на послуги риэлтору, та поможа параунальный анализ. Тому не варто леноваться, лепши поделефоновать у некольких агентств. Принеси Верьянова Игорь Маришченко, телерадуя компания «Гомель». Оборона правопрацевников. Эту тему обмерковали сегодня на посадении президента Гомельского областного объединения профсоюзов. За минулий год профсоюзные юристи Гомельщины подрихтовали 228 процессуальных документов. До речи, в 2019 году их было 184. Основная задача профсоюза – стараться выращать спрэчки, які возникають поміж працівникам і керавництвом організації без звертання у суд. Повышенні серот працівників узрою не уведу об законодавстві. Своїх правах і обов'язках – одна з найважніших мэдж, що визначили під час посадження. Нарушення приходиться в основному на трудове законодательство. И несмотря на то, что мы повышаємо правову грамотність, среди правових юридических служб, предприятий, учреждений, організацій по-прежнему є определенные нарушення. С цією ми будемо іниціювати 2021 року, в первому полугоді семинари учеби, вебинари, о том, щоб таких нарушений либо минимизувати, либо не допускались вовсе. Ну і хотілося б обратитися і к кадровим службам на предприятиях, щоб наші роботніки були своєвременно свідомлені о нововведеннях законодательства, які і законодательних актів, приміняємих в Республіці Беларусь. Аваріність на дорогах Гомельській в області у минулому годі знізилася на 12% у правонанні з 2019-м, повідомі у начальника обласного управління ДАИ Андрій Гаркуша. Разомстым йон констатував повеличення колькості Ахвярды ТЗ. Літось на дорогах в області загінули 73 чоловекі. Самым розповсюджаным відом здарення узастається наезд на пішохода. Гэта кожная треція ДТЗ у регіоні. При гэтым кожны другі загінувши у аваріях пішоход. Так само на чверть стала більш ДТЗ з велосипедистами. Особливо уважливыми і осторожними удзельнікам дорожного руху варта быт заутра. Треціга лютаха у многіх районах в області і Гомелі чыкається гололед на дорогах гололедіцца. Нявопытным вадзіцелям лепш устрымацца ад паездак за рулем. Пішоходам рекомендуецца прыняць меры для зніження віраходнасті отрымання травмы. Падрыхтаваць падыходячы абутак. Пірасовывацца астярожна. Наступаць на усю падэшву. Калі вы паслізнулися, прысяцца, каб знізіць вышыню падіння. Галолед часто супроваджаецца аблідзяненням. У гэтым випадку асаблівую вагу звертаць на правады лінії електроперадач, контактных сеток електротранспорту, абрив яких може уявляць небезпеку. Селітаў Гомельскай в області плануюць замяніць 168 ліфтав, 80 їх ў обласным центры. На 110 падйомных сродкаў ўжо отрымалі праект на каштарысную дакументацію, експертызу чатырог праводзець ў гэтый час. Больше як 50 ліфтав жыл фонду пачалі монтіроваць. Замену праводзець за кошт 2-х крынец фінансавання – бюджетной і крыдытной. Даречі, за мянулый год план па замяні ліфтаў ў в області пера выконалі. У Сталявана більш як 400 новых грузопадйомнікаў. Проект «Мобільный паштальон» став даступным ў Мазырскім районе. Разам з газетами і часопісамі ў вілізарных сумках супрацовнікаў Білпошты – мобільны датчик. Цяпер пажылые люди могут не стоять ў черхах, не обовязкова навадысті на пошту. Да іх приедзі спеціаліст. Спектр паслух широкі. Офармління квітанцій і паштовых адправлінняў. Приўм платяжоў і выплата храшовых піраводав, пенсії і допамог. Аплата коммунальніх паслух і реалізація товараў па ўсядзённах апопыту. Усё ў онлайн-рыжымі адразу паступае ў базу дадзіных. А прынятае ад чалавека грошы – на рахунок. Зараз у распораджэні паштальонаў города і района – 81 гаджет. У ближайшы час колькасть прылад папойніцца, а функцій стане яшче больш. На сегодняшній день отсутствует такая необходимость приходить в плоху погоду пенсіонеру в отделение, чтобы где-то выстаивати какую-то очередь, потому что в момент, когда идут приўм коммунальных платяжей и выплата пенсії, то столпотворение. Каб мобильный паштальон выехал па адресе, треба звернуться ў отделение паштова ісувязі па місце жихарства. Паслуха доступна ў шасти районах в області. До конца гетага года Білпошта плануя абсталяваць новыми комплексами ўсе доставачны ўчасткі країны. Молодь за жыцё моральності семейная каштавнасті. Выставу пад такой назвы празентавалі ў профессійным лицей рачноха флоту. Экспозиція створена фондом ім'я проподобна ёфросі Неполоцкай. Йона складається з девяти баннерів, прасвечених темам любові, верності і шлюбу, сенсу і каштавнасті життя. У основі тезисы яке вучать, молоть як адрознівать каханні адзакаханності і разуметь, що такое саправдныя вешнія каштавнасті. Фонд уже поддерживает этот проект в течении пяти лет. С 15-го года он поддерживает, а я волонтёром вот таких передвижных выставок ещё стала, ещё раньше. Когда они работали в церковной среде, в первую очередь, они были опробованы. Этот проект имеет одобрение как издательства Белорусской православной церкви, так и Академии наук и областного института развития образования у нас. Поэтому и светское сообщество, и церковное очень хорошо приняло. Куратор выставы провела гутерку с наученцами установы. Они обмерковали ставлення хлопцев и девочек, да взаимодносина у шлюбу и сужиття. Гэтая, а так само іншая новинна, информацию об проектах телерадоокампании Гомель, вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. В Гомеле водитель наехал на инвалида по зрению. Пешеход получил травмы и был госпитализирован. Наезд произошел в областном центре на улице Советской. Водитель двигался со стороны улицы Ефремова в направлении Чунгарской дивизии. При подъезде к регулируемому пешеходному переходу он сбил мужчину, который шел по зебре на запрещающий красный сигнал светофора. В руках пешеход держал трость белого цвета. Пострадавший был доставлен в травматологическое отделение областной больницы. А это факт из интернет-сообщества. В Гомеле водитель на внедорожнике сбил светофор. ДТП произошло накануне. На месте происшествия работал экипаж ГАИ. Это пересечение улиц Советской и Ирининской. Сообщается, что обошлось без пострадавших. Сотрудники Чичерского районного отдела милиции задержали браконьера. На реке Чичера житель райцентр оставил сеть. Но бдительность очевидцев помогла вывести нелегального рыболова на чистую воду. В РОВД люди сообщили о том, что кто-то у моста расставляет запрещенное орудие лова. Милиционеры оперативно приняли меры. По приезду на указанное место нарушитель был обнаружен, а вместе с ним – снасть и рыболовная сеть. Дома у задержанного нашли еще несколько сетей, а также паука – запрещенное орудие рыболовства. К расследованию инцидента подключились инспекторы природоохраны. Начат административный процесс. В очередной раз они проехали мимо. Сотрудники ГАИ организовали помощь водителю автофургона, потерявшему контроль над авто на заснеженной дороге. Этот водитель съехал в Кювет в Кармянском районе. На его счастье мимо проезжал экипаж ГАИ. Инспекторы обратились за помощью в ДРСУ-154 и там выделили трактор. Дальше буксировка автофургона была уже делом техники. Это все новости выпуска. В студии был Александр Гамоля. До встречи на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью собрал в Гомеле всех сильнейших. На спортивных объектах областного центра состязались более 60 атлетов. Плавание и фехтование проходили в спортивном комплексе училища Олимпийского резерва. Верховая езда в центре Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Комбинированный вид – это бег со стрельбой во дворце легкой атлетики. В связи с пандемией стартов у пятиборцев сейчас немного, а потому каждый из них важен. Кубок в Гомеле – это отбор на международные состязания, где будут разыгрывать в том числе и олимпийские лицензии. И если выездной состав у женщин известен, то у мужчин тренерскому штабу предстоит сделать выбор. Есть квалификации идут, кто поедет на Кубки мира, чтобы бороться за лицензию на Олимпийские игры. Но среди вочек есть там меньше конкуренции, но среди мужчин имеем пять таких практически ровных, а надо четырех только отобрать на Кубки мира. Кто-то попадет, то уже там менять будет тяжело, но надо попадать на Кубки мира. У мужчин на высшую ступень пьедестала почета поднялся гомельчанин Евгений Орел. Далее расположились Илья Полосков из Могилева и Павел Тихонов из Минска. В состязаниях женщин медали разыграли лидеры национального рейтинга. У хозяев две награды. Ирина Просенцова показала вторую сумму очков. Ольга Силкина стала третьей. Победила минчанка Анастасия Прокопенко. Сборная Гомельской области заняла второе место в общем зачете домашнего открытого Кубка страны по легкой атлетике. Победили спортсмены из Брестского региона. На высшую ступень пьедестала почета поднимались Юрий Заболотный в беге на 60 метров и Юлия Близнец в забеге на 200 метров. Кроме того, в активе представителей нашего региона шесть серебряных и пять бронзовых наград. Участие в Кубке принимали спортсмены из Беларуси, Украины, Израиля и Бахрейна. Главный внутренний старт зимнего сезона чемпионат Беларуси пройдет 12 и 13 февраля в Могилеве. Дубль Мозырьской жемчужины по лесу закрепился на первом месте чемпионата Беларуси по волейболу в дивизионе «Б». Мозырянки в минувшем туре обыграли цорь Прибужье из Бреста 3-0. Ближайший преследователь жемчужин Гомельская надежда проиграла. Неудачно для гомельчанок сложился вояж в Минск. Поражение от Ургур 2006-1-3. Надежду от жемчужины 2 в таблице отделяет 4 очка. В первой лиге мужского волейбольного чемпионата состоялось очередное гомельское дерби. На паркете локомотива сошлись газовик из «Дюшер Энергия». Первая партия осталась за хозяевами площадки газовиками 25-15. Во второй доминировала уже молодежь. Подопечные Артура Знахаренко реваншировались 25-14. На большее, к сожалению, энергетиков не хватило. Более опытные соперники без труда одержали победы в двух оставшихся партиях 25-16 и 25-12. И выиграли матч. В следующем туре газовикам играть дома с «Оршанским взлетом». С «Дюшер Энергия» следующий матч проведет против земляков из «Бумпрома». С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...